Оппозиционеры выражали недовольство фальсификациями и махинациями, которые, по их мнению, сопровождали воскресные выборы в Российскую Государственную Думу, а также перспективой возвращения Путина на пост президента. Жулики и воры набрали меньше 50 процентов. Это наша маленькая первая, но победа! Ура! Это гражданское общество уже есть и никуда не денется. Я вижу его сегодня перед собой. Мы не должны успокаиваться и в марте, я думаю, решится очень многое. Спасибо вам всем! Никогда еще не было в Москве такого ощущения единения и решительности. Главный революционер России это, конечно, Владимир Путин, потому что он делает все для того, чтобы Россия, революция случилась. И в этом смысле он готовит революционную ситуацию. Вы считаете это возможным? Я считаю, что если будет продолжаться это, это неизбежно. Акция вылилась в массовые задержания ее организаторов и участников, которые по завершении основной части, санкционированной властями, решили стихийно пройти к зданию Центра избиркома на Лубянке. Полиция задержала около 300 участников митинга под лозунгом «Россия без Путина на чистых прудах», в том числе известного своими разоблачениями коррупции блогера Алексея Навального и одного из лидеров оппозиционной солидарности Илью Яшина. «Россия без Путина на чистых прудах»